Буквально неделю назад в городской администрации состоялись публичные слушания по проекту планирования территорий, расположенных в районе улицы Станционной. Прошли они быстро и, на удивление, тихо. Местные жители лишь пожаловались на то, что движение стало оживленней, да во дворах грязь. Сейчас, на сегодняшний день, перегородили пограничный переулок, тут закольцевали все. Идет такой поток машин, дети не могут перейти, у нас ни пешеходного знака нет. Но дети на сам переулок, вот где по земляной, там пограничный переулок и улица земляная, они туда эти 20 метров не пройдут, потому что вдоль улицы земляной 10, там грязи по колено, там не было устроенной территории. Претензий по поводу строящегося неподалеку крупного торгового центра в тот день не высказывалось. Они прозвучали спустя несколько дней на встрече с местным участковым. На радость жителей это мероприятие посетил глава города. Так что было кому пожаловаться. Торговые центры построили. А подумали ли наши руководители, наши власти, а где будут машинки стоять? Ведь два таких центра Кузьмичев сказал, нам нужны инвесторы. Пожалуйста, инвестируйте. Но вы подумайте, а машины-то, которые будут приезжать, такие-то большие хоромы, где будут стоять? Опять в блокаде магазин. Сейчас стоят фуры. Да, фуры стоят. Значит, такого безобразия ни в одном районе. О том, что по их району проводились слушания, половина местных узнала только от нашей съемочной группы. Половина за день до мероприятия. Своё обещание собирать народ. В нерабочее время в городской мэрии забыли слишком быстро. А в 10 утра буднего дня не каждый сможет посетить собрание. Пусть даже определяющие судьбу района. Так для чего же нужны эти слушания? Вот что на самом деле местные жители думают по поводу стройки. Вокруг них это уже третий строящийся торговый центр. Страшно подумать, что будет, когда их впустят в эксплуатацию. Жители называют это без преувеличения блокадой. У нас уже есть рынок станционный. У нас есть еще два построили здесь, этих, как его звать, торговых центров. И строят сейчас на месте бывших автостоянок, где все местные автолюбители строили эти машины, свои держали. Были две автостоянки. Теперь строят, как мне сказали, бимарт. Зачем он здесь нужен? Я не знаю. Здесь, во-первых, жителей столько нет. В Москве строят за МКАДом, в Ярославле, во Владимире, за городом строят. Вот все эти супермаркеты. Я знаю, что это только за деньги можно делать. Потому что и недовольство у людей очень большое. Ну хорошо, вот мороз, немного народу вышло. Но ведь люди-то вот когда поймут, когда вот это вот еще взведут, сколько можно здесь строить. В Иванове территории в центре лакомый кусочек для торговых площадей. Инвесторам в город-администрации отказывать не принято. В данном случае ради постройки даже оградили забором часть пограничного переулка. От улицы Карла Маркса до станционной. Когда начали строиться здесь все торговые центры, жить стало просто невозможно. По нашей маленькой улице, вы видите, какая она узкая, полторы, так сказать, колеи. И здесь стало ездить столько машин. Ну вы видели, вот они постоянно идут часы, не час пик, а нормальное время. Но тем не менее машины, детям перейти дорогу нельзя, пенсионерам перейти дорогу нельзя. И организовано движение ужасных. Это как раз тот случай, когда необходима развязка. На улице Первой Сибирской с трудом могут разъехаться два автомобиля. А теперь еще и строительная техника от будущего Бимарта курсирует ежечасно. Когда пять лет назад был городской генеральный план, опубликованы были развязки в газете «Рабочий край» на трех разворотах, я внимательно читал, я полностью подъехал. Это, по-моему, Фомин тогда был, этот у нас, глава-то города. Все было разумно, все сделано, хорошо. Но после начала строительства торговых центров вокруг, об организации здесь одностороннего движения забыли. На месте строящегося у привокзальной площади супермаркета раньше были две автостоянки. Теперь автомобили ставят прямо во дворах, а частично в сквере у Ивтекса. С этим местные жители тоже ничего поделать не могут. Говорим об экологии, пишем о ДТП, который проходит. Но вы видите, в какой мы обстановке. Дышать нечем, это раз. Окна открыть нельзя. Машины паркуются здесь. Пусть все-таки власть будет более требовательной. Если нужно, значит ограждение надо поставить, чтобы они в полисадник не заезжали и на газонах не ставили. Но власть-то должна работать на людей, а не на себя. Судя по тому, что застройщик уже установил сваи будущего супермаркета, пути назад нет. Не нужно ходить в гадалки, чтобы предвидеть дальнейшую реакцию властей на претензии местных жителей. Как и в случае со стройкой на проспекте строителей, горожане виноваты сами. Поздно спохватились. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Здесь заезжим, здесь заезжим.